приветствую вас друзья на нашем канале сегодня в нашем видео жук скакун родом из семейства жужелиц отряда жесткокрылых считается самым быстрым насекомым на земле максимальная скорость жука около двух метров в секунду эти жуки считаются полезными насекомыми потому как ежегодно уничтожают вредителей за один сезон 1 особь может уничтожить более 350 вредных насекомых ну чтож друзья приятного вам просмотра длина тела половозрелой особи от 16 миллиметров до 7 сантиметров голова округлая шея сравнительно длинная и подвижная на голове расположены два симметричных фасетчатых глаза и чувствительные антенны жевала хорошо развитые сильные и удлиненные верхняя часть над крыльей бронзового цвета со светлыми пятнами по центру над крыльей расположены более темные волнистые полоски над крылья жесткие узкие и длинные они полностью перекрывают и защищают вторую пару нежных крыльев взрослые особи способны выполнять перелеты на 3-4 метра нижняя часть туловища покрыта короткими волосками зеленого цвета с металлическим отливом верхняя часть тела без волоса и окрашена в медный или бронзовый цвет по бокам туловища расположены три пары сильных конечностей продолжительность жизни личинки два года взрослого жука один год жук скакун предпочитает жить в умеренных широтах с теплым стабильным климатом его можно встретить практически на всех материках кроме антарктиды и нескольких островов насекомые выбирают солнечные участки покрытые камнем и песком их можно найти в полупустынных зонах на обочинах дорог карьерах и прочих местах во время охоты жуки скакуны могут нападать на свою жертву в воздухе или же догнать ее по земле после этого они с помощью своих сильных мощных жевал скатывает добычу в шарик и смачивать желудочным соком с большим содержанием пищеварительных ферментов после того как твердые части тела и внутренние органы насекомого перевариваются жук полностью выпивает а иногда и съедает свою жертву такой способ переваривания и поглощение называется внекишечным что входит в рацион питания это муравьи муравьиные яйца комары мошки жуки бабочки и прочие крылатые насекомые мелкие беспозвоночные гусеницы личинки и яйца насекомых жуки предпочитают охотиться с раннего утра и до первых сумерек но некоторые виды проявляют активность вечернее и ночное время жук скакун довольно теплолюбив поэтому первую активность можно наблюдать только в апреле в некоторых регионах жуки просыпаются в мае и исчезают только в сентябре большую часть времени жук скакун перемещается по поверхности земли взрослые насекомые могут летать но пользуются крыльями очень редко к примеру в момент опасности или во время охоты обычно они совершают небольшие перелеты всего на три или четыре метра в личиночной стадии скакуны охотятся из засады подросшая личинка очищает территорию вокруг своей норы от мусора который может закрывать обзор прячет нежное пузо в глубину тоннеля и терпеливо ждет добычу при появлении жертвы причинка молниеносно выпрыгивает из норки и хватает добычу естественные враги это личинки жужжал и без крылые осы которые развиваются в личинках сакунов на взрослых особей охотятся птицы и осы во время нападения врагов жук выстреливает в неприятеля едкой жидкостью с неприятным запахом жидкость скапливается в анальных железах у взрослых насекомых брачный период приходится на начало лета и зависит от климата региона самка жука откладывает яйца в мягкую почву и покидает кладку печеньки вылупившись из яйца углубляет свою нору и остаются в ней около двух лет личинка постоянно очищает свое жилище от мусора остатков еды и экскрементов после каждой сезонной линьки личинка расширяет и углубляет тоннель длина норы может составлять примерно 200 сантиметров личинка скакуна обладает узким удлиненным телом тремя парами ног во время холодов она впадает спячку до прихода тепла личинка закупоривает выход из норы и уходит самый дальний край тоннеля возрасте двух лет она окукливается а через четыре недели на поверхность выходит взрослые насекомые с крыльями обычно жуки вылупляются поздней осенью зимует в норе и выходит на поверхность с приходом тепла чтобы дать жизнь новому поколению ну что ж друзья на этом я пожалуй буду заканчивать данный видео обзор если вам понравилось это видео то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал всего вам доброго и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok